Слово Туэ. Туэ это норбежский математик. Замечательный специалист по комбинаторике и вообще теории чисел. Замечательный математик. И он совершенно не зря оказался вековечен этим словом, потому что оказалось, что есть тематическая конструкция, которая совершенно красивая и встречается в очень-очень многих ситуациях. Я сейчас ставлю такую задачу. Развить ряд натуральных чисел. Вместе с нулем. То есть не отрицательных целых чисел. На объединение двух множеств. Так? Что? Они, во-первых, не пересекаются. А, во-вторых, любое натуральное число одинаковым образом, одинаковым количеством способов, представимым в виде n равно a1 плюс a2, где a1 меньше, чем a2. И это числа из множества a. a2 и в виде n равно b1 плюс b2. Где то же самое b1 меньше, чем b2. b1 и b2 это числа из множества. На первый взгляд, это довольно странная установка вопроса. Способ разбиения натурального ряда существует. То есть я действительно могу придумать способ некоторые числа объявить a-шками, некоторые объявить b-шками, и чтобы каждое число имело бы строго одно и то же количество представлений в виде различных элементов множества a и в виде различных элементов множества b. Это довольно странная на первый взгляд конструкция, но я ее умею объяснять, только умею я ее объяснять проще всего при помощи так называемых степенных рядов. Поэтому прежде чем решать эту задачу, давайте я вообще расскажу о том, что такое степенной ряд и как его в принципе можно использовать теорически. Это очень красивая конструкция. Впервые это сделал Леонард Эйвер. Это математик, который часть жизни прожил в Швейцарии, соответственно, его там называют швейцарским математиком. Еще его называют в Германии немецким математиком. И большую часть жизни он жил в Петербурге, поэтому мы его называем российским математиком. Вообще это был действительно великий ученый, один из самых-самых-самых замечательных. И во всяком случае, пока вы учите школьную математику, вы должны привыкли к тому, что если есть какой-нибудь интересный факт, то он наверняка называется теоремой Игоря. Потому что он занимался математикой в то время, когда было много такого интересного, неоткрытого. И он куда-нибудь не посмотрел, везде получалось открытие. И настолько симпатичное, что это очень хочется и сейчас в школе, и не только в школе изучать. Я начну с объяснения, что придумал Ляна Эйлер. И после этого мы, нехтотехникой это решил, и после этого получится, что решим и эту задачу тоже. Эйлер задал такой вопрос. Эйлер задал такой вопрос. Возьмем натуральное число и будем его представлять в виде сумм попарно-различных слагаемых. Суммы попарно-различных слагаемых. И другая задача. Будем натуральное число представлять в виде суммы нечётных слагаемых. Я понимаю, что не очень понятно, но давайте просто выпишем несколько примеров, тогда станет абсолютно понятно. Вот скажем, число 1, это попарно-различные слагаемые, единственное представление, просто 1. В виде суммы нечётных слагаемых, тоже единственное представление, то самое число 1. Оно одновременно и нечётное, и разное. Отлично. Число 2. В виде нечётных слагаемых, это 1 плюс 1. А в виде попарно-различных, это 2. Замечательно. Число 3. Здесь варианты такие, либо 3, либо 2 плюс 1. Так вот, 3 это 3, а здесь сумма 1 плюс 1 плюс 1. Движемся дальше. Число 4. Это или 4, или это 3 плюс 1. Здесь пишем 4 единички, а здесь по-прежнему пишем 3 плюс 1. Господа, вообще для того, чтобы понять доказательства этой самой теоремы, а теорему уже поняли. Количество представлений в виде суммы попарно-различных слагаемых, равно количеству представлений в виде суммы нечётных слагаемых. Так вот, чтобы понять эту теорему, на самом деле нужно сделать ещё несколько шагов. Я помню по опыту, что обычно, когда люди подходят где-нибудь там к 10, к 12, к 13, то они уже всё совершенно сами всё понимают. Я не уверен, что сейчас у вас хватит терпения, хотя с другой стороны поэкспериментировать можно. Так, поднимите руки, кто уже умеет доказывать эту теорему. Ага, ещё никто. Ну хорошо, пошли числа 5. 5, 4 плюс 1, 3 плюс 2. Здесь 5. Здесь я пишу 5 единичек. А здесь я пишу 3, 1, 1. Так, с пятёркой разобрались. Кстати, вы сейчас должны проверять. Если вы придумаете какой-нибудь принципиальный другой способ представления в виде суммы нечётных слагаемых, обязательно скажите. Или, если я забуду какой-нибудь способ представления в виде суммы попарно-различных, тоже обязательно скажу. Хорошо, двинулись дальше. Шестёрка, это вот что такое. Это 5 плюс 1, это 4 плюс 2 и 3, 2, 1. Здесь я пишу очень просто. 3 плюс 3. Здесь 5 плюс 1. Здесь просто выписываю подряд единицы в количестве 6 штук. Здесь я пишу тройку с 3-ми а единицей. Так, господа. А сейчас есть человек, который знает доказательства? До 6 дошли, а ещё не знают. Хорошо. 7, 6 плюс 1, 5 плюс 2, 4 плюс 3, 4 плюс 2 плюс 1. Есть ещё способы представления 7-ми в виде суммы разных слагаемых или нет? Нет. Скорее всего, нет. Я так пытался более-менее их в разумном порядке выписывать. А теперь, ребята, я же пишу не просто так. У меня сейчас в голове есть некоторый способ, который превращает разбиение на слагаемое. Смотреться, способ очень простой. Вот здесь 5 плюс 2, и я почему-то пишу 5 плюс 2. В степени двойки вы пишете как 2 степени н или нет? Молодец. Чёрные числа я раскладываю. То есть, если у меня в левой части есть где-то чёрное число, то я его делю пополам. Если результат чёрное, то я ещё делю пополам. До тех пор, пока не получится нечётное число. То есть, если у меня в левой части где-то есть число вида 2 в степени к умножить на какое-то там нечётное число, то я делаю очень просто. Я пишу 2 в степени к слагаю, каждая из которых равно этому самому числу 2 и плюс 1. Ребята, вы уже поняли, а это на самом деле самый главный шаг, как из левой части получается правая. Если вы сейчас сумеете сформулировать правила обратного перехода, то есть, как из правой части делать левую, то в таком случае вы полностью решите задачу. И даже не придётся писать ни до 10, ни до 12. Надо как-то объединять слагаемые как с права на левую. Причём объединять так, чтобы когда их потом делили на 2, чтобы всё вернулось. У нас должно быть взаимно однозначное соответствие выражений, написанных справа, и выражений, написанных слева. Сложить нечётные с единицами – это жестокая операция. Нет, нет, всё должно быть хорошо. Число представить, что двоих не увидим. Какое число? Ну, наше n, значит, что… Количество слагаемых. Так, один догадался, другие его мысли. Слышали меня? Это задача, на самом деле, о двоичной системе счисления. Давайте сделаем так. Вот следующее число мы начнём писать не так, как я писал, справа на левую. А мы следующее число выпишем наоборот. То есть, выпишем сначала все разложения на нечётные слагаемые. Я вам могу сказать, скажем так, 7 плюс 1. Есть такой способ, правда? 7 плюс 1. Есть способ 5 плюс 3. Есть способ 5 и 3 единички. Так, кто-нибудь ещё что-нибудь скажет? Есть 3, 3, 1, 1, правда? Есть тройка с большим количеством единиц, с пятью единицами. Есть 8 единиц, да. Так, у меня их 8. Да, у меня их 8. Это ещё есть? 9 минус 1. Не, не, минус обречён. А теперь смотрите, что вам сейчас сказать? Надо у каждого нечётного числа посчитать, сколько вхождений этого числа в сумму. Например, 7 и 1 входит по одному разу. Поэтому прямо так и пишем. 7 плюс 1. 5 плюс 3 тоже входит по одному разу. Поэтому будет по-прежнему 5 плюс 3. А вот здесь 3 единички. 3 единички, это на самом деле, в виде степеней двойки, 2 плюс 1. Поэтому здесь надо написать 5 плюс 2 плюс 1. Здесь 2 тройки, поэтому пишем 6. 2 единицы, поэтому мы пишем 2. Так, это вот предыдущие записи. Итак, давайте здесь разбираться. 5 единиц. 5 это 4 плюс 1. Поэтому получается 3 плюс 4 плюс 1. И здесь 8 единиц, это просто в виде степени 8. Господа, любое натуральное число имеет причём единственную запись в двоичной системе числений. Это означает, что если у вас какое-то число выписано в виде суммы нечётного слагаемого, то вы у каждого нечётного слагаемого подсчитываете, сколько раз оно вошло. Для каждого нечётного слагаемого выписали эти количества. И это количество представляете в виде суммы разных степеней двойки. То есть, скажем, число 1 это 1, 2 это 2, 3 это 2 плюс 1. 4 это 4, 5 это 4 плюс 1, 6 это 4 плюс 2, 7 это 4 плюс 2 плюс 1, 8 это 8, 9 это 8 плюс 1 и так далее. И вот это самое количество в двоичной степени, вот разложенность я вам, каждую степень умножаете на то самое нечётное число, количество в двоичной степени, которое вы считали. И таким образом вы получаете простую вещь. Вы получаете разложение на попарно различные слагания, которые после вот того алгоритма, который из левого делает правое, деление пополам всех чёрных чисел, пока можно делить пополам, получается просто самым. Получается взаимно однозначное соответствие. Итак, я вам сейчас рассказал решение комбинатурное. То есть я ни разу не произнёс слово бесконечный ряб. Я не сказал вообще ничего выходящего за рамки того, что такое двоичная система счисления. Но вы согласитесь, что это двоичная система счисления, по идее все должны знать. В нашем мире, потому что компьютерами все пользуются, телефонами все пользуются, а без двоичной системы это было бы всё невозможно. Вот. И поэтому это доказательство простое. Но забавно, что для Эйлера это доказательство не было простое. Он рассуждал совершенно другим способом, потому что это был в первую очередь специалист по математическому анализу, по механике. Он написал книжку «Введение в анализ бесконечных». Сейчас, если бы в учебнике по математическому анализу для самых-самых начинающих, вдруг были бы такие рассуждения. Все сказали бы, да зачем? Это же вообще никакого отношения не имеет. А тем не менее, тем не менее, вот в учебнике Эйлера именно это было, и было на языке бесконечных видов. Поэтому сейчас, господа, я вам ровно то же самое расскажу при помощи бесконечных видов. То есть, вы уже знаете, что теорема не гна, а должны увидеть, как то же самое доказательство, которое я сейчас рассказал, можно представить при помощи методов бесконечных произведений.